Порядка 600 фактов фейковой рекламы о деятельности Финпирамид выявили в Казнете с начала года. По данным Комитета информации, в адрес администрации соцсетей направлено 48 предупреждений. Как устроена мошенническая схема и как с ней намерены бороться, знает Мира Альжанова. Это платформа для заработка, где каждый может получать дивиденды от 800 долларов, инвестируя на свой счет. Это решение было принято правительством. Такую рекламу с использованием логотипов казахстанских банков и телеканалов в последнее время можно встретить все чаще. Проекты для инвестиций якобы запускают с правительством. А для того, чтобы еще больше привлечь внимание доверчивого пользователя, говорят, что деньги вложили известные личности, в том числе Нурлан Сабуров, Геннадий Головкин и Маргулан Сесимбай. Фейковая реклама. Дело в том, что в месяц мои юристы закрывают более 300 таких фейковых реклам, связанных с моим именем, где привлекают деньги под инвестиции, якобы под управление. Я предлагаю научить их зарабатывать миллион долларов или сколько-то там еще. Очень много мошенников появилось, особенно в последнее время. Фейковую рекламу мониторит и выявляет сотрудники комитета информации. При этом беспрерывно и круглосуточно проверяются не только соцсети, но и все интернет-пространство, отметили ведомстве. За последние пять месяцев казахстанских соцмедиа выявлено порядка 600 фактов рекламы финпирамид и 109 нарушений, содержащих ложную информацию с признаками мошенничества. В адрес администрации социальных сетей было направлено 48 предупредительных письм в отношении 620 противоправных материалов, из которых Инстаграма 323, Ютуба 186, Фейсбука 61, Телеграма 43, ВКонтакте 6 и ТикТок 1. По состоянию на сегодняшний день 46 материалов ограничены на территории Республики Азастан. Администрациями соцсетей были удалены 52 противоправных материала. По словам Айнашко и Шабаевой, на территории страны ограничили доступ к более 100 рекламным роликам. Один из них администрация Инстаграм удалила. А вот шесть материалов еще остаются доступными. При этом наказать интернет-мошенников закон пока не позволяет. В действующем законодательстве ответственность за рекламу финансовых пирамид не предусмотрена. Однако в данный момент в Машлесе разрабатывается законопроект, в котором будет предусмотрена ответственность за рекламу финансовых пирамид. Пока разрабатывается законопроект, казахстанским пользователям соцсетей лучше быть бдительными. Следует доверять только официальным источникам и проверять информацию на сайтах госорганов. Иначе есть риск попасться на ловушку мошенников. Мир Альжанова, Даниар Омар, Нурлан Утигенов, телеканал АМАТЭ, Нурсултан.